Дебаты в КФУ. Кто кого переспорит. Это такое моделирование судебного процесса. Очень интересное, очень интенсивное, очень драйвовое мероприятие в целом. Поэтому решили его посетить. И приятель, посмотри на меня, делай как я. Ребятам тоже очень интересно заниматься современными какими-то практиками и быть в тренде. Хватит на меня шипеть. Ну, единственный способ полностью себя обезопасить, это не выходить на природу, а сидеть дома. Музей живой природы. Всем привет, в эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. При участии Казанского федерального университета с 18 по 19 мая состоится 14-й международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казанфорум-2023». Форум является главной площадкой экономического взаимодействия нашей страны и государств исламского мира. В этом году он будет проводиться с участием руководства Российской Федерации. 21 апреля в главном здании Казанского федерального университета стартовали всероссийские судебные дебаты. Подробнее в сюжете. На юридическом факультете Казанского федерального университета прошел первый день всероссийских судебных дебатов. Мероприятие началось с торжественного открытия. В рамках дебатов состоялось два мастер-класса. На мероприятии также представили презентацию проекта «Молодежная школа юриста». Это общественный просветительский проект «Система взращивания предпринимательских талантов от школьной скамьи к собственному бизнесу». Это такое моделирование судебного процесса. Очень интересное, очень интенсивное, очень троевое мероприятие в целом, поэтому мы решили его посетить. И самое главное, что сюда съезжается очень много умных и интеллектуальных студентов, которые умеют думать, умеют разобрать и, самое главное, умеют уважительно бороться друг с другом. Это очень крутой опыт. В первом раунде дебатов участники выстраивали свои выступления, опираясь на тему гражданского судопроизводства. Каждый участник исполнял свою роль – истца или ответчика. Помимо этого, в блоке уголовного судопроизводства противостояние выстраивалось через позиции сторон защиты и обвинения. В этом году у нас очень представительный судейский корпус. У нас всегда судят представители судейского сообщества, правоохранительных органов, действующие, практикующие юристы. И вот сегодня у нас очень много прям судей, то есть судей арбитражных судов, судей Верховного суда. Поэтому сегодня вот суди – это реальные суди, скажем так, что не только работники прокуратуры, адвокатуры и практикующие юристы. Завершился первый день дебатов в консультации. Приглашенные гости помогали студентам, опираясь на личный опыт. Валерия Носкова, Александр Кузнецов, Универньюз. В универсальном споркомплексе Казанского федерального университета «Бустан» прошел фестиваль по аквафитнесу КФУ «Волна». Подробнее расскажет наш корреспондент Виктория Сухих. 21 апреля спортивный комплекс «Бустан» впервые провел фестиваль по акваэробике. В программу входила аквазумба, интервальная тренировка для начинающих и аквафит. Уже в этом году на занятиях физической культуры начали практиковать такую программу, создавая интерес к этому предмету и спорту в целом. Хорошо, что даже студенты, которые не умеют плавать, они, надев оборудование, уже могут заниматься фитнесом и как бы улучшить мотивацию к занятиям физической культурой. И разнообразить занятия физической культуры, что очень важно для студентов и современные, конечно же, методики. Акваэробика – это прежде всего тренировка в воде под руководством опытного инструктора. Во время занятий используются различные плавательные приспособления и музыкальное сопровождение для более эффективной тренировки. Акваэробика помогает улучшить координацию движений и равновесие, а также она способствует повышению уровня эндорфинов – гормонов счастья. Групповые занятия помогают укрепить социальные связи и наладить общение с людьми, имеющими общие интересы. Благодаря Казанскому федеральному университету все эти плюсы и возможности улучшают здоровье и душевное состояние студентов. Раньше это вообще проходило только в фитнес-клубах, да, и мы вот это все выводим в массы, в студенческую среду, потому что ребятам тоже очень интересно заниматься современными какими-то практиками и быть в тренде. При правильных нагрузках и тренировках акваэробика приносит только пользу – укрепляется все тело и сжигается максимальное количество килокалорий. Особенно участникам понравилась танцевальная программа акваэробики своей ритмичностью и необычностью. Виктория Сухих, Фаридзахи Таглы, Универ Ньюз. В Татарстане раньше времени стартовал змеиный сезон. Как обезопасить себя и что делать при укусе – смотрите в следующем сюжете. Люди привыкли к тому, что змеиный сезон начинается в третьей декаде апреля, однако нынешняя весна стала особенной во всех смыслах. Гости из леса ощутили на себе ранний приход весны и спешно покинули свои норы в поисках еды и теплого камня. Этот факт не остался незамеченным учеными, и они выдвинули свои теории относительно этой проблемы. Самым важным фактором является неожиданное раннее потепление, а следовательно пробуждение их потенциальной добычи – грызунов. В этом году интересная ситуация сложилась в плане фенологии. То есть весна достаточно ранняя, поэтому все процессы, которые происходят в природе, они примерно на 2-3 недели происходят раньше, чем это обычно. Змеи не являются исключением. И в этом году, уже в конце марта, в начале апреля, были первые случаи встреч со змеями. Это гадюки. Чуть позже появились обыкновенно уже. Кроме того, специалисты отмечают, что нет никакой гарантии, что выйдя на прогулку в парк, вы не встретите змею. Поэтому нужно знать несколько основных правил. Не пытаться мириться с ней силой. Ее основная цель не человек, а самозащита. Именно поэтому следует просто медленно отойти и не провоцировать и так напуганное создание. Кроме того, при выезде на природу нужно помнить о правильно подобранной одежде. Куртки, высокие сапоги – главные друзья, решивших отправиться в лес. Единственный способ полностью себя обезопасить – это не выходить на природу, сидеть дома. Потому что нет никакой гарантии того, что вы, допустим, выйдя куда-нибудь в парк, например, на озеро Лебежье или на Дубравной, не встретите змею. Проблема только в том, как вы себя будете вести со змеей. То есть вообще априори лучше любую змею считать потенциально опасной. И единственное верное решение ситуации – это просто не трогать змею, пройти мимо. Несмотря на то, что первыми змеи не нападают, случаи укуса все же нередко. Если вас укусили, главное не поддаваться панике. В первую очередь нужно помнить – ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Оно не только не поможет при укусе, но и способно усугубить положение. Будет потеряно драгоценное время, и площадь распространения яда будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Единственный способ выйти сухим из воды – немедленный госпитализация. Современные больницы обладают необходимым количеством противоядия и смогут оказать пострадавшим квалифицированную помощь. Если змея укусила, то единственное верное решение – это скорейшее обращение в медчасть. То есть, чтобы специалисты сумели вовремя обработать раны, ввести противоизмененную сыворотку, может быть, даже сделать укол от столбняка. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Что необходимо сделать – это иммобилизовать конечность укушенную, чтобы она не двигалась. Можно просто привязать, допустим, руку к телу или к палке, чтобы рука не сгибалась, не шевелилась. Если это нога, то тоже необходимо зафиксировать ногу так, чтобы она не двигалась. В таком состоянии больного необходимо перенести в тень, допустим, в ожидание скорой помощи, дать ему обильное питье, теплое питье, допустим, чай. Супростим. На данный момент в Татарстане всего четыре вида змей, два из которых ядовиты. Именно поэтому каждую ползучую гостью необходимо считать потенциально опасной. Но сильно переживать по этому поводу тоже не стоит. Если все сделать правильно, укус пройдет для человека без последствий. Елизавета Газизянова, Универньюз. Ботанический сад Казанского федерального университета – место поистине легендарное. В нем соседствуют растения с разных континентов нашей необъятной земли. Наш корреспондент познакомилась с коллекцией живых растений. Подробнее в сюжете. Ботанический сад Казанского университета – один из старейших в стране. Он пережил многое. Войны, годы великих переломов и больших испытаний. Сгорал и воскресал подобный феникс, но продолжал существовать. Плодотворная работа, энтузиазм, вера в свое дело и человечность – двигатели прогресса. 214 лет назад сад представлял собой 6000 квадратных сажений, три теплички и несколько грядок. Сегодня – террасный сад. Коллекции субтропического и тропического отделений. Деревья, кустарники, злаки, цветочные и лекарственные растения. В 1806 году в Университете появляется первый потанический сад. А на данной территории мы появились в 1985 году указом Кабинета министров Татарской АССР. С тех пор, как говорится, здесь проводились все работы по восстановлению и приведению всей, скажем, инфраструктуры данного сада на сегодняшний день. Ну, такому виду. В оранжереях необходимо поддерживать комфортные условия, характерные для климатических зон, в которых произрастают те или иные растения. Температура в субтропиках в зимний период не выше 15 градусов. В тропиках круглогодично выше 25 градусов. Немаловажна и влажность. В субтропической зоне увлажнение доходит до 45%, а в тропической и вовсе до 70%. Вся коллекция растений собирается за счет того, что мы состоим в Совете ботанческих садов России и стран СНГ. Это договор между садами по обмену биологическим материалом, то есть семенным или черенками. И за счет этого мы можем привозить к себе семена, проращиваем здесь, что-то внедряется в культуру, что-то для изучения, адаптации и для работ по интродукции. Географии растений ботанического сада Казанского университета можно позавидовать. На сегодняшний день насчитывается свыше двух десятков экспозиций растений, отражающих в моделях некоторые элементы флористического состава районов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Японии, Азии, Европы, Южной и Северной Америки. Ну вот, например, Мушмула Японская была конференцией в 2006 году в городе Сочи, при Дендрарии. Там мы получили семена, был привезен, выращен. Вот на сегодняшний день представитель, как говорится, данного вида, произрастает у нас субтропийская ранжерея, для него созданы все условия. И точно так же остальные культуры фихуа и ягодные, они тоже привозят сюда, выращиваются специально для изучения, в целях, как говорится, демонстративного материала, коллекционного. Примечательно, что сотрудники сада занимаются не только документированием коллекции растений, изучением их целебных свойств, сохранением их биоразнообразия, но и проведением экскурсий и лекций. Ботанический сад Казанского университета – уникальная локация для созерцания красоты и учебного процесса. Карина Саяхова, Фаридзе Хетуглы, Универньюс. 20 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся литературный творческий вечер «Дарес Булмаган Шегелер ЛНД», что в переводе означает «Стране неправильных поэтов». Мероприятие проходит в целях реализации творческого потенциала и демонстрации талантов и способностей студентов для дальнейшего их творческого развития. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok